Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Речи Господь своим учеником. Слушая вас, меня слушает, и отметаяся вас, меня отметается. Отметаяся же меня, отметается пославший гомя. Возвратившися же семьдесят с радостью глаголюще. Господи, и беси повинуются нам о имени Твоим. Речи же им, видих сатану, яко молнию с небесе спадша. Седы вам власть, наступайте на змею, и на скорпию, и на всю силу вражию, и не чисо же вас вредит. Абачи осем не радуйтесь, яко дуси вам повинуются. Радуйтесь же, яко имена ваши написы на суть на небесе. В тот час возрадовайся Духом Иисус речи. Исповедуйтеся, Отче, Господи небесе и земли. Яко утаил и си сия от премудрых и разумных, и открыл и си там младенцам. Ей, Отче, яко так обысть благоволение пред Тобою. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня среда, 21 ноября, мы с вами читаем Евангелие от Луки, 10 главу, 16 по 21 стих. И сейчас давайте с вами откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как звучат они на современном нам языке. Сказал Господь своим ученикам, Слушающий вас меня слушает, И отвергающийся вас меня отвергается, А отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Семьдесят учеников взвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им, Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал, Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сей от мудрых и разумных и открыл младенцев. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Такие ангельские строки мы с вами слышим. Господь избирает учеников своих. Мы здесь видим упоминание, сегодняшний день в ангельском чтении, упоминание о 70 апостолах. То есть кроме 12 ближайших учеников своих, Господь еще избирает 70 людей, тех, кто шел за ним, кто слушал его, кто, возможно, задавал вопросы, получал в них ответы. То есть надо вот нам с вами помнить, что Господь доверяет какое-то дело, это дело божественное, нужное, тому человеку, кто желает потрудиться для Бога, послужить Богу. То есть Господь никогда не применял насилие над человеческой свободой в призывании. Мы с вами можем вспомнить такие моменты, когда Господь звал за собой человека, а тут, скажем, отказывался и уходил. Даже такой момент про богатого юношу можно вспомнить в ангельский отрывочек. Пришел, спросил, что надо для спасения, и Господь в конце концов сказал ему, что оставь все, продай все, раздай имение твой нищим и следуй за мной. То есть будь моим учеником, будь апостолом. А юноша ушел с печалью, потому что был богат. Так вот, то есть Господь выбирает учеников, посылает их также на дело проповеди, преследуя несколько целей в этом послании. С одной стороны, они шли, предваряя его, дабы люди были подготовлены. Видим, как Господь так вот премудро распоряжается тем немногим временем, который божественный замысел определил для пребывания Сыну Божьему на земле среди людей. И вот они идут и говорят о Христе, проповедуют о Христе. Должны были подготовить людей. С другой стороны, еще для апостолов это являлось некой тренировкой перед делом уже всемирной проповеди. И вот, кроме всего прочего, из наставлений им Господь говорит еще им такие слова, что «слущащий вас меня слушает, отвергающийся вас меня отвергается, отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Этими словами он укрепляет их дух и внушает им некую решимость в деле исполнения повеленного им Господом. Потому как, конечно, Спаситель знал, что всякие люди будут их встречать. Разные отношения будут к апостолам. И они должны быть готовы к этому, что и к доброму расположению, и к гневливому злому расположению к себе. Ну а так открывает им и всем нам эту истину, что то, чем занимались апостолы, чем дальше начала заниматься церковь, это из проявления воли Божией на земле. Сильно погрешают те люди, которые считают, что вроде вера во Христа — это одно, христианство — одно, а вроде как бы церковь — это что-то совершенно другое. Это люди с их немощами, слабостями, ошибками и так далее, и так далее, и так далее. Бывают люди заявляют, «Ну я в Бога верую, а церковь я каким-то причинам терпеть не могу». Так вот, пусть вот эти слова Евангелия от Луки для таких вот «умников» в кавычках станут вразумлением. Господь сказал, «Слушающий вас меня слушает». То есть в чем здесь суть? Апостолы говорили ведь не от себя, они говорили не свое. Они проповедовали Слово Божие, Слово Христово. Они люди повторяли то, что слышали от своего учителя. И в этом плане действительно можно сказать, что кто прислушивался к ним, тот прислушивался заочно к самому Христу. Те, кто ненавидит Церковь Христову, пусть найдет в проповедях Церкви, да во званиях Церкви, в учениях Церкви, что-нибудь противоречащее Слову Христу. Это невозможно. Всякое неприятие Церкви на земле обусловлено лишь только собственными страстями и ошибочными стереотипами, которые человек принимает в свое сознание. Рассуждая в том числе о Церкви. Так вот Господь говорит, слушает вас, меня слушает. И наоборот, отвергающийся вас, то есть отвергающийся проповеди ваша, Слова вашего, отвергается меня. Соответственно, если не желает слушать то, что вы услышали от меня, и повтори, говорите. Конечно же, когда со мной встретится, так же не будет слушать меня. А вот дальше Господь говорит о своем равенстве с Богом Отцом. Говорит, что отвергающийся меня, отвергается пославшего меня. Это, кстати, для иудеев было важно услышать, что здесь Господь подчеркивает, то, что я говорил, это есть проявление воли Бога Отца. То есть я повторяю то, что слышал от Бога Отца. А также это можно еще в духовном смысле понять, что Отец, Сын является одним, одно существо, Бог Троица. Соответственно, всякое отношение к Сыну, это есть отношение к Отцу, а также отношение к Духу Святому. Далее мы видим 17 стих, где уже 70 учеников возвращаются ко Христу. Ну, конечно, не произошло это сразу. То есть здесь апостол Лука просто совместил в одном месте своего Евангелия, своего Писания, вот эти два события. Конечно, там прошло какое-то время, были другие события. Но мы считаем, что написано. Ученики возвращаются с радостью и говорят, «Господи, бес, прийнусь на моем не Твоем». То есть в чем радость их заключается на виде? То, что им учитель сказал, оно действительно действует, оно работает. То есть они получили от него величайшую силу духовную, силу и слова, и ту благодатную мощь, которая позволяла им и врачевать болезни, и изгонять бесов. И вот это изгонение бесов особенно сильно на них подействовало. И видели, что они становятся сильнее от этих могучих древних духов злобы, которые вот так вот безраздельно царствовали над родом человеческим. Видят, что именем Христов, до призывания имени Господа Иисуса, они поражали бесов и изгоняли их. «Господь ему сказал, что я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Ну, эта фраза значит, что я победил уже до дьявола, уже однажды победил. И вот тогда еще на небе, когда воинство ангельское, Патрукосовым Архангелом Михаилом побеждает сатану, и он спал с неба, то есть он повержен, причем просто мгновенно, как молния сверкнула, в одно мгновение так же, что дьявол так моментально повержен. Вот, то есть он побежден мною, и, естественно, я побеждаю его, да и я имею власть над ним, несомненно. Так же Господь победил дьявола, как мы знаем, вот среди искушений в пустыне после крещения. А вот такая вот окончательная победа над сатаной была, как Господь на крест зашел, умер за всех нас. И своим смертью смерть попрал, да разрушил царство дьявола. Но вот и Господь и дает вот эту власть, став человеком, да дает людям власть над демоном, над силой вражи. Отсюда вот эти слова, что власть наступает на змей, скорпионов. Здесь имеется в виду как раз вот всякое зло, на всю силу вражу. Соответственно, на всякий человек, который верен Богу и живет в благодати Божией, никакое зло не может ему повредить. А наоборот, он сам становится победителем всякого зла. «Однако, что мы не радуйтесь, Господь говорит, что духи вам повинуются». То есть, конечно, все хорошо, но нет, и мы радысь, радысь тому, что вы становитесь гражданами Царства Божия. Эта фраза, что имена ваши написаны на небесах, она значит, что вы теперь там свои. То есть, все небо принадлежит вам. Как будто в некой книге, в некой переписи граждан небесных и ваши имена уже записаны. То есть, вот, Царство Божие, вечное блаженство, вечная жизнь для вас, моих учеников, уже приготовлено, она уже ваша. От этому радуйтесь и ликуйте. То час восрадовался духом Иисуса и сказал, «Славлю тебе, Отче, Господи, небо и земли, что ты ился от мудрых и разумных, открыл младенцам». Ну, под разумными и мудрыми здесь называются фарисеи-книжники. Они, конечно, «мудрые и разумные» в кавычках. Они себя такими считали, и от этого считали для себя ненужным у Христа спрашивать, быть его учениками. То есть, считали, что и сами они учителя, и нечему им учиться. И по гордыне своей сердце и закрыли от воли Божьей, от проповеди Божьей. Слово Христа для них стало неслышно, для их сердец. Эти слова, что Бог утаил от них что-то, это не значит, что будто Господь специально что-то открывает. Они желают это понять, и Он закрывает. Нет. Сколько они сердце свое закрыли, от этого Господь им и не дает. И дает им вот эту благодатную свою силу. А младенцам, то есть простым, не злобе, не стрелящимся к какому-то первенству, таким как апостолам, Господь открывает волю свою. И отче был таково, было твое благоволение. Но эти слова Господь подчеркивает, то, что то, что делает Он, оно во всем согласно с волей Бога Отца. Вот такое Евангелие сегодня с вами прочли. Читали мы Евангелие от Луки, главу 10, из 16 по 21 стих. И напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!